Спасибо. Бойся! Ку. 5 минусов и 5 плюсов жизни в США. 5 минусов? А если их нет? Не, они тут есть, конечно, да. Ну, грязненько бывает на улице. Ну, плохо, в принципе, такой минус небольшой. Нет, наверное, сфера услуг здесь хромает. Вот, да. В России намного лучше все было в этом плане. Типа там, я не знаю, сходить к парикмахеру, там, к барберу имеется в виду, там. Все доступно, все, скажем так, четко, профессионально, в том плане, что ты приходишь, тебе голову моют. Вот, здесь это большая редкость, чтобы ты пришел в барбершоп и тебе голову помыли, да ну нахуй, чел. Ты что-то дебил. Сам должен мыть дома. Помыл и поехал, блядь. Вот. И так во всем здесь почти, да. То есть там эти маникюры всякие там вот ходят, там девочки делают. Уровень здесь намного ниже, чем в России. При этом стоит пиздец. По качеству хуйня, а стоит дорого. Хотя по меркам Америки, ну такое, но все равно дорого. Дорого, чем там. Потом сала здесь нет нормального, вкусного. Которое было там в России. Обидно, обидно, да. Че еще? Приложения всякие вот эти вот банковские, очень... Не очень, скажем так. По дизайну они... По функционалу они дерьмовые, если сравнивать с банками российскими, да. Какой-нибудь Тинькофф. Здесь это пиздец. Ощущение такое, что, блядь, в 2010 году каком-то находишься. Вот. Че еще? Окей, гоу, открывали барбершоп в Нью-Йорке. Гоу, ты мне... Дай мне 150 тысяч долларов, и я открою. Серьезно говорю, я не шучу. Дай мне 150 тысяч долларов, и я открою барбершоп. Давай сюда. Я открою, серьезно. Легко. За эти деньги можно. Че так много, блядь, в смысле, а че ты хочешь? А сколько, чел? Открыть бизнес в Нью-Йорке на Манхэттене. За 150к можно открыть на Манхэттене. Я об этом уже тут выяснял, смотрел. Можно. 150 тысяч хватит вполне. На Манхэттене, возле Центрального парка. Плюсы, плюсы. Вот как раз таки плюсы этой возможности. Если ты захочешь, у тебя получится. Ну, если... Не, бывает, конечно, момент, когда там бизнес не взлетел. Но если ты попробуешь, да, у тебя будет вероятность того, что все получится, она достаточно высока. Здесь много людей, и здесь много денег. И много людей, у которых много денег. Которые готовы эти деньги тратить. Вот. И никто тебе мешать не будет. Как и этим людям, никто не будет мешать тратить деньги. А тебе никто не будет мешать эти деньги зарабатывать. Даже если это огромные деньги. Если все честно, ты платишь налоги, ведешь бизнес, все будет у тебя хорошо. Вот. Потом. Свобода. Кто бы там что ни говорил, блядь, что это свобода в Америке нет. В сравнении с другими странами, она тут есть. Ее тут больше всего. Вот. Если тебе принципиально говорить определенные слова оскорбительные, на букву П, на букву Н. Если ты считаешь, что подобное ограничение, это равно тому, что, типа, тебя ограничивают в свободе, то ты долбоеб просто. Вот и все. Вот. Ну, в общем и целом, разнообразие. Блядь, ты меня дашь. Иди нахуй. Разнообразие. Ты можешь путешествовать по Америке, тебе, в принципе, нахуй не нужен внешний мир. Вот. Здесь ты можешь найти для себя вообще все, что угодно. Все, что там, я не знаю, по твоему вкусу тебе подходит. Захотел Европу, блядь, полетел, поехал, там, не знаю, в Бостон. Или Вашингтон. Города, которые похожи на Европу. Вот. В том же Нью-Йорке есть район, который там, я не знаю, я вам вроде показывал или нет, не помню. Очень похож на что-то такое, как в Голландии, что ли, в Ирландии. По архитектуре там очень классно, прям красиво, пиздец. Ты прям даже не понимаешь, где ты, ты в Нью-Йорке или где-то в Европе. Захотел, я не знаю, пустыни какие-нибудь, полетел в Техас. Захотел еще что-то, полетел туда. Вот. Что? Что еще надо? А, ну вот вам. Нейросеть в чате вам сейчас расскажет о плюсах и минусах. Высокий уровень экономического развития. Многонациональность и культурное разнообразие. Свобода слова, демократический принцип. Инновационный потенциал. Наличие множества достопримечательностей и интересных мест. Ну, по сути, я тоже самое все говорил. А вот минусы Америки. Высокие затраты на жизнь. Расовые социальные различия. Неравенство в доступе к медицинской помощи. Проблемы с экологией. Крайне высокий уровень криминальности. Ооо. Ну, ничего. Ну, какая же все-таки мразь. Жить с этим можно. 150к на Барбер. Подтверждать происхождение средств надо? Аренду ты рассчитал на сколько месяцев вперед? Вообщем, понял. Сам живу в Барселоне. По сферам услуг во всей Европе тоже живу. Подтверждать происхождение средств? Ну, я не знаю. Хуй знает. Не знаю. Аренду ты рассчитал на несколько месяцев вперед? Ну, да. На год вперед. Не, на полгода. На полгода вперед. Я также рассчитал и зарплату сотрудникам на год вперед. То есть, я примерно понимаю, что первый год я ничего зарабатывать не буду. И мне придется из своего кармана платить зарплату. 5 тысяч долларов в месяц. Минимум. Вот. На год вперед. Это 60 тысяч долларов где-то. Вот. Это тоже все входит в 150 тысяч. Так же, как и аренда. Аренда стоит 5,5 тысяч долларов. Аренда помещения для Барбер жопа. Вот. На Манхэттене возле парка вот этого. Центрального парка. 5,5 тысяч стоит аренда. Вот. На полгода вперед надо платить. Все, я честно рассчитал, блядь. А что бы я это все говорил? А если прогорит? Тогда пиздец. Что я могу сказать? Но то место, где я смотрел, это опять же Манхэттен. Это возле парка. Это проходимое место. Очень много людей ходит мимо. Это богатый район. Это район, где жилые дома. Их очень много. И рядом с метро. Но даже это, возможно, не поможет тебе выйти в плюс. Возможно, люди просто не будут приходить к тебе на стрижку. Плюс конкуренция. Там неподалеку есть еще два Барбер жопа. Короче, я хуй его знает. Все это сложно. Решение. В укрытие. Че? Средняя цена для открытия Барбер жопа на Таймсквер в Нью-Йорке составляет примерно 150-250 тысяч. Ну вот о чем я и говорю. Включи аренду помещения, закупку оборудования, зарплаты на год вперед. О, нихуя. Посмотрите. Нейросеть, по сути, говорит все то, что только что говорил я. Она меня цитирует. Однако, стоимость может значительно отличаться в зависимости от местоположения и размера бизнеса. Вот-вот-вот, пожалуйста. Я даже здесь общался с чувачком, у которого свой Барбер жоп. Но в Бруклине. Не буду говорить, в каком районе. И продает он его за 50 тысяч долларов. Полностью. Весь бизнес. С оборудованием, со всей вот этой херней. Но там район такой себе, место непроходимое и клиентов не так много. Что даже за 50 тысяч это вариант не очень хороший, скажем так. Вот. Как-то так. Сработает ли такая идея, если составить грамотный бизнес-план и найти инвесторов на все 150-ка долларов? А что это? Инвесторов. Так, и что я им должен буду? В таком случае, блять. Это через сколько лет я начну зарабатывать? Да и где я такого инвестора найду? Что я ему скажу? Здорово, я Хэсус, хочу открыть Барби жоп. Дайте мне 150 тысяч. А я вам что, их верну, блять, через год? Два, три, четыре, пять, шесть. Оооо! Понял. Спасибо за развернутый ответ. Интересно, рассчитал ли ты средний чек к соотношению среднему количеству людей? А, там, типа, в Барбер жопе, ну, конечно, я все это рассчитывал. Я примерно, ну, скажем так, посмотрел. Я даже узнавал, какое среднее количество клиентов у определенных Барбер жопов на Манхэттене, да? То есть я вычислил так, чтобы выходить в плюс и прям нормально так зарабатывать, надо хотя бы, по-моему, 30 человек в день. Стрижка стоит 35-40 долларов. 35 долларов, ладно, 40 это уже дохуя будет. 35 долларов плюс на чай. Но чай уходит парикмахеру. Вот, поэтому берем вот эти 35 долларов за одну стрижку. 35, то есть там в день 30 человек. То есть 1000 баксов в день. Вот, соответственно, если каждый день работать, берем эти 1050 баксов, умножаем на 30. В месяц 31 тысяча. Берем 31 тысячу. Вычитываем отсюда 5500 за аренду. Минус 300 долларов где-то за коммуналки. Коммуналку. Чё ещё? Ну, минус там, соответственно, зарплата. Сколько там, хуй его знает. Налоги. Минус ЗП. А ЗП какое там, опять же, да? Если с партнёром открывать, а это, скорее всего, надо открывать именно с партнёром, а один не вывезешь. Нужен какой-то чел, который шарит, который барбер, который профессионал. Получается, вы делите 50 на 50 всё, да? Если он барбер и он будет работать, то получается просто 50% вычитываем отсюда и всё. Вот. То есть, остаётся 12 850. Минус налоги сколько там? 25%? Ну и чё у нас остаётся? Около 10 тысяч долларов. Чистыми получаю я в месяц. Это в лучшем случае. Это если прям попрёт. Вот. Если по 30 человек в день, ну это, блядь, это я не знаю, это надо прям, это пиздец. Это, блядь, это нихуя себе. Потому что в среднем приходит где-то по 16-20 человек. Но зависит от места. Но то место, которое я присмотрел, оно охуенно. Вот. Но денег нет, чтобы открыть чё-то. Смотря где ещё будет стоять твой барбер жоп. И если в проходном месте, например, возле какой-то станции метро-центра, то, возможно, и будет в день около 15.30. Так я же сказал, что это проходное место. Богатый район. Люди при бабках. Окуп примерно через полтора-два года. Окуп это хуйня. Главное, чтобы он в плюс начал уходить, а окуп это уже не имеет значения. Это уже похуй. Ты можешь, не дожидаясь окупа, открыть ещё одно помещение. То есть ещё, скажем так, один барбер жоп где-нибудь. И тем самым так вот двигаться. Но нужны деньги, которых нет, блядь. Уолтер Вайт, спасибо тебе за 5000 рублей. Спасибо, спасибо. 30 человек в день многовато. Нужно дополнительную продукцию. По типу шампуни, гели, хуели продавать. Доп-выручка. Но это тоже... Да. 30 человек в день это дохуя? Да вы шо гоните, блядь. На Манхэттене? В жилом районе? Где куча людей ходит? Нет. Не Резолик, спасибо. 30 в день? Да нормально это. С конкуренцией? Да там такие рядом барбер жопы стоят. Стремные, старые уже все. Что если у человека будет выбор в этом районе, он, наверное, выберет все же наш барбер жоп новый. Нежели чем то, что там, блядь, стоит. 30 людей на одного мастера? Ну нет, на двоих тогда. Надо будет еще второго мастера. Бери кредит. Ага, сейчас, блядь. Тогда уж лучше я недвижку возьму. Если стричь будет один человек, то дохуя. Одна стрижка плюс-минус 20 минут. Не, не один. С Егором Кридом на пару открой. А че? А ничего, он не барбер жоппер. Понимаете? Я сказал, что такой бизнес надо открывать с барбером. Чтобы твоим партнером был барбер. Ты как инвестор, я в данном случае, да, деньги даю. А он там будет работать. И этим бизнесом, соответственно. Ну не то, чтобы прям рулить. Но, по крайней мере, он будет делать то, что он знает, как это нужно делать. Вот. Если брать еще кого-то в партнеры, это уже будет невыгодно. Максимум два человека. А в лучшем случае ты должен делать один. Потому что барбер жопа, это не прям, чтобы большие деньги. Вот и все. Попробуй выкупить франшизу из СНГ и открой в США. Нахуя мне франшиза? Я сам могу открыть. Че мне это из СНГ, чем оно мне поможет вообще? Чтобы еще проценты потом этому, вот этой штуке платить? Нахуя оно мне надо, блядь? Ох ты ж ебать! Ебать! Если Сисуна знаешь, то он на траках делает бизнес. Кредиты берет и т.д. Начинался одного. Сейчас уже 15 плюс траков. Барбер, если 5-6 посадочных мест, то в день можно и 40-50 в день пропускать. Нихуя, Уолтер Уайт, спасибо за еще 5000. А ты на чем бабки делаешь? Я сорву, ты при бабках. Сисуна я знаю, да? Блядь, ты че, реально Уолтер Уайт? Ну, слушай, траки и траками, как бы. Таким макаром я могу, блядь, покупать машины в кредит и сдавать их в аренду. Я знаю человека, который на этом бизнес делает. У него куча машин крутых, но они все в кредит, но он их все сдаёт в аренду. У него целая компания уже по аренде машин. В аренду сдаёт. Через всякие приложения, которые тут есть. Вот. Ну, видимо, как и с траками так же. Покажи Сисуна этого. Блядь. Ну, он просто снимает блоги из Америки. Диспетчер... Пошутил надо мной. ...машиной. Но он сказал, что он меня предупреждал. Я не помню. Сейчас третью тачку надо взять. Я не то, чтобы его прям смотрю как-то, ну... Может сказать, я его и не смотрю, просто знаю, кто он. Но, видите, у меня ни одно... А, нет, вот тут смотрел. Ну, тут такое вам это неинтересно будет. Вот, поэтому... О, вот про этот канал я ещё ничего не слышал. Что это за хуйня? Вот. Ну, и, в принципе, как бы вот так, как-то так, да. Да, надо чё-то делать. А не сидеть и только стремить. Но... Вот, когда будет возможность, тогда и... Попробуем. А сейчас время сложное. Сейчас вообще, в принципе, открывать какой-то бизнес стрёмно. После короны, я, опять же, да, общаюсь с людьми. Многие... Очень многие бизнесы тут пострадали. В том числе и барбер-жопы. И до сих пор... До сих пор, когда корона уже вроде закончилась. А некоторые... Многие... Почти все барбер-жопы. Все потеряли клиентов. И до сих пор эти клиенты не возвращаются. До сих пор просадка. Как будто бы после короны люди... Или полысели, блядь, и все стали лысими. И им не нужно теперь ходить. Стричься. Или чё? Некоторые говорят. Ну, уехали, блядь. Все уехали из Нью-Йорка. Кто все, блядь? Здесь людей да пизды, блядь. Что, уехали только те, кому надо стричься, что ли? Я ничего не понимаю. Тут 25 миллионов человек. И многие просто перестали ходить стричься. What the fuck? Чё за херня вообще? Серьёзно? Чё? Банковские кредиты. Предприниматели могут обратиться в банк для получения бизнес-кредита. Банки оценивают кредитспособность заявителей и предоставляют суду на основе его кредитной истории, бизнес-плана и других факторов. Кредит может быть как обеспеченным залогом, так и не обеспеченным. Да, блядь, не хочу я в кредит, господи, чтобы кому-то потом быть должным. А если кредит? Если бизнес не взлетит? А если не получится? Чё делать? Чё делать-то? Тогда сосай. Кому? Ну вот. Это проблема, блядь. Это страшно, сука. Поэтому я не знаю, мне кажется, если и сейчас деньги куда-то вкладывать, то в недвижимость. Вот. И то тоже в кредит. Чё, блядь? Венчурный капитал. Если у вас есть инновационная идея или стартап с высоким потенциалом роста, вы можете привлечь инвестиции от венчурных капиталистов. Венчурные фонды инвестируют деньги в обмен на долю вашей компании. Они обычно финансируются инвесторами. Чувак, ну у меня явно не инновационная идея, правильно? Так в Америке всё в кредит нужно делать, улучшать свою кредитную историю. Да, ну, блядь, открывать бизнес в кредит, это уже такое. Я считаю, что бизнес надо свои бабки желательно открывать. А вот квартиры покупать, недвижимость и машины можно и в кредит. Да хватит, блядь, уже эту всю пасту, сука, блядь, в чат спамить. О, тревога по всей Украине. В одно и то же время, заебали. Закажи у бизнес-аналитика, анализ бизнеса и посмотри, что там будет. Какого анализ бизнеса? Если с нуля открываешь барбер-жоп. Анализ бизнеса в целом по барбер-жопам в городе, что ли, или ещё? Я где тебе этого аналитика найду? Короче, я кончаю, ребят. Всем спасибо. Спокойной ночи. Открой курсы стримера и руби бабки на этом. Я недавно с одним человеком эту хуйню обсуждал. Ну, как бы. Он мне предложил, говорит, давай это сделаем. Я такой, бля, ну, по-моему, это какая-то хуйня, а люди ржать с этой хуйней будут. Какие там уроки? Что там, блядь? Свет поставить или микрофон? Да я сам ещё с этим не разобрался. Тем более, что это всё не имеет значения. Так что, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!